Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Обязательно подписывайтесь и ставьте пальчики вверх. Мне будет очень это приятно. И сегодня у меня пойдет речь о похудательном марафоне. Езю! Алиса постоянно мне мешает снимать. Особенно, когда у меня камера стоит на чем-нибудь не очень устойчивом. В общем, похудательный марафон. Я не столько его запускаю для большинства, сколько для себя. Но, если вы хотите тоже в этом поучаствовать, то в комментариях просто пишите слово «участвую». И во всех последующих видео вы тоже появитесь. В общем, я сейчас более подробно объясню, расскажу. Значит, в чем заключается марафон. Сегодня у нас 1 октября. И сегодня он как бы стартует. То есть, чтобы взяться за себя. Наверное, даже не так будет правильно, как сказать. Знаете, совсем отвлечемся. Когда я снимала ПП-влог, он еще не вышел. Наверное, выйдет в конце недели. Там я упоминала об этом, что когда ты приходишь к врачу, и врач тебе говорит, что если ты не похудеешь, то это будет чревато последствиями. Ты немножко иначе об этом задумываешься, чем когда ты просто думаешь, вот, я поправилась, надо похудеть. И в моем случае как раз-таки я, наверное, последний год постоянно об этом думала, что вот, я поправилась очень сильно, надо похудеть, я себя запустила. Но я уже рассказывала, что весь этот год я была в глубокой депрессии, поэтому мне, да, я думала о том, чтобы похудеть, но о том, чтобы серьезно взяться за себя, вот так вот за грудки потрясти, сказать, очнись, и холодной рукой вот так по щекам надавать себе и сказать, вот, очнись, да, и ты должна похудеть, чтобы выжить. Я к этому не была готова. То есть просто думала, просто мысли были об этом. Вот. Но когда ты приходишь к врачу, и врач тебе говорит, что если ты не похудеешь, то все, кранты. И тут уже вот лампочка какая-то переключается в голове. И тут ты уже понимаешь, что действительно вот именно такого пинка тебе в жизни не хватало. Вот. И, наверное, это в большей степени сподвигло меня действительно уже не просто вот трясти себя за грудки, а уже вот поставить себя на место, да, и сказать, да, давай начинай. Уже хватит просто мысли какие-то разводить. Давай уже дело делать. Вот. И поэтому, почему я решила это в виде марафона делать? Потому что я считаю, что люди, которые пытаются как бы приспособиться, даже не приспособиться, привить себе, наверное, здоровый образ жизни, здоровое питание, им нужна поддержка. И зачастую близкие нам люди, родственники, друзья, какие-то любимые люди, они зачастую не понимают всего этого. И вот, например, моя мама, она часто говорит, что ты ерундой страдаешь. Вот там я 4 месяца не ем белый хлеб, что ты ерундой страдаешь. Ну, я не хочу. Вот. То есть, не потому что вначале, да, я себя ограничивала, но сейчас я не хочу белый хлеб. У меня даже вот он лежит свежий, румяный, с хрустящей корочкой. Да. Я не хочу. Он меня уже не манит к себе. Поэтому, поэтому я решила сделать это в виде марафона, чтобы другие, кто, может быть, хотел, но боится или стесняется, или не готов, или ему кажется, что он не готов, чтобы вы тоже присоединились к моему марафону и тоже поучаствовали в этом марафоне. И тем самым мы можем друг друга поддерживать, как бы стимулировать, быть рядом, как бы проявлять внимание друг к другу, поскольку наши близкие люди в нас не верят, а мы друг в друга должны верить, иначе мы не будем стройными и здоровыми. Вот. И, собственно, в чем заключается марафон? Наверное, так. Скажу сейчас условия, если кто-то хочет поучаствовать, а потом уже перейдем к более подробному, к тому, что для меня марафон. Значит, условия таковы, что сегодня, 1 октября, марафон стартует, и финишировать он будет 1 июня 2018 года. Пока что так, я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы летом быть во всеоружии. Условия, если вы хотите участвовать, они довольно просты, вы просто в комментарии к этому видео пишите слово «участвую» любым шрифтом, каким хотите. Слово «участвую». И, значит, все, кто напишут слово «участвую», во всех моих последующих видео ваше имя и ссылка на ваш канал будут в инфобоксе на всех последующих моих видео. От вас что требуется? Если вы пишете слово «участвую», значит, вы уже участник марафона. Первое, что вы должны сделать, вы должны снять вступительное видео, где должны рассказать, что вы принимаете участие в таком-то марафоне, который стартовал на таком-то канале. Под видео оставить ссылку на мой канал, а также на это видео, которое сейчас смотрите. Вот. И в дальнейшем, то есть должны, ну, как, не то, что должны, просто это такое, как бы, условие для всех участников. Вы должны снимать такие мини-отчеты о проделанной работе. Как сроки я не ставлю, как вам удобно. Можете каждую неделю снимать, каждые две недели, каждый месяц снимать маленькие отчеты и под каждым видео упоминать, значит, что вы участвуете в марафоне и оставлять ссылку на мой канал и на это видео. Вот. И, собственно, финал будет 1 июня. И я пока не загадываю, но, может быть, среди участников марафона будет небольшой конкурс. Ну, как конкурс. Ну, в общем, это пока так в раздумьях, в задумках. Возможно, что, как бы, человек, который больше всех похудеет и приведет себя в форму, получит какой-то от меня приз. Вот. Но это пока в задумках. Значит, что вы должны снимать в видео, чтобы это являлось отчетом? То есть, вы просто снимаете, чем вы питаетесь, например, как вы занимаетесь спортом, может быть, вы ходите в спортивный зал, может быть, занимаетесь дома, то есть, какие-то кусочки, подтверждающие вашу работу над собой. Вот. Также, например, ваш вес, изначально в первом видео ознакомительном вы должны будете снять себя на весах и чтобы был видно ваш вес. Также, при желании, либо на видео, либо под видео, вы можете прописать свои параметры и сказать, чего вы хотите добиться. Вот. Значит, это, ну, думаю, что, в принципе, понятно, если вдруг какие-то вопросы возникли, то есть, пишите, допустим, слово «участвую» и какие-то вопросы, если у вас что-то возникло. Вот. Думаю, что, в принципе, по участию понятно. Вот. И теперь перейдем к моим, как бы, целям моего марафона. Для меня сейчас, на данном этапе, до Нового года, вот, три месяца ровно осталось до Нового года, и до Нового года я себе ставлю несколько задач. Первая задача, так же, как и до отъезда на дачу, ввести в привычку питье воды утром. То есть, на даче я как-то забыла про это все дело. Вот сейчас мне нужно снова ввести в привычку питье воды утром. Так же, не сто процентов, но хотя бы иногда, то есть, в будущем я бы хотела это постоянно делать, но до Нового года хотя бы изредка, так, иногда, не изредка, иногда, пить воду за полчаса до еды. так же, чистую. Третье, исключить полностью из рациона какие-то покупные в магазине конфеты, печенье, там, не знаю, вафли, в общем, что-то такое, пирожки какие-то, пирожные, все, что продается в магазине, это полностью исключить. четвертое, полностью исключить соусы, за исключением соевого и бальзамического. в общем-то, это, в принципе, допустимо, я считаю. Ну, соевый, он довольно полезный. Вот. Может быть, еще останется кетчуп, но только раз в месяц. Очень редко, потому что я все-таки люблю кетчуп, но не могу пока что окончательно от него избавиться. Вот. Но, в идеале, то есть, полностью исключить все соусы, за исключением соевого и бальзамического. И, пятое, это начать заниматься спортом дома. Ну, в моем случае это такой лайтовый вариант, потому что тяжелая физическая нагрузка мне противопоказана на данный момент. То есть, при моем весе и при моей больной спине мне это нельзя. Какая-то тяжелая физическая нагрузка мне запрещается. Вот. Вот пока что эти пять целей для меня самые важные до Нового года. И для себя я ставлю как бы такой интервал, наверное, три недели. То есть, каждые три недели я буду выпускать мини-отчеты о проделанной работе, о том, как изменилось, что изменилось, насколько хорошо изменилось, какие-то видеоматериалы вставлять. Вот. И говорить свои ощущения, свое мнение, как проходит весь этот процесс. С одной стороны, то есть, я запускаю это даже не столько как марафон, да, я запускаю это скорее для себя, то есть, чтобы мне было легче поддерживать результат. потому что я очень быстро перестаю чего-то ну, как бы когда я чем-то загораюсь, я потом очень быстро остываю и перестаю контролировать весь этот процесс и потом это все запускается. А так как мне нравится снимать, мне нравится монтировать, мне нравится вообще вот сейчас тема ютуба и кто не знает, у меня есть инстаграм, где я пыталась начинать тоже вот эту тему выкладывания фотографий с едой, там еще что-то, то есть, такой похудательный инстаграм, ссылочка она будет в описании, если кому интересно, но я с июня не веду его, потому что у меня телефон накрылся, но это другая история, вот, и немножко я ну, неудобно мне это, сейчас у меня больше возможностей с камерой, чем с телефоном, а на телефоне камера очень плохая, поэтому и, ну, так как я сейчас больше ютубом занимаюсь, то мне показалось для меня это очень удобно запустить такой проект, и мне сама будет легче следовать этому проекту, и плюс если еще кто-то захочет в этом поучаствовать, вместе веселее, можно друг друга поддерживать, как-то стимулировать, вот, так что вот такая моя идея, вот, и, соответственно, вашим доказательством того, что вы участвуете, и что у вас тоже что-то движется, являются ваши видео, на которых вы показываете изменения вашего веса, соответственно, нужно, чтобы было видно весы, чтобы эта фигура ваша была видна, то есть, было видно, что вы действительно занимаетесь собой, и, соответственно, 1 июня, я пока не знаю, может быть, еще этот вопрос я для себя обсужу, как-то обдумаю, подумаю на этот счет, то есть, может быть, просто была такая идея, есть кое-какие мысли, то есть, может быть, все-таки девушка или парень, который похудеет сильнее всего из всех участников, включая меня, получит от меня, как от организатора, небольшой презент в виде полезных вкусняшек, я так думаю, в принципе, я думаю, что это хороший бонус, стимулирующий, больше за собой следить, за собой ухаживать, как бы, быть в тонусе, вот, надеюсь, что будет интересно, и где-то, наверное, в конце этой недели выйдет мой первый ПП-влог, он будет скромный, потому что не всегда удается снимать полностью питание, там, и какие-то моменты такие правильные, вот, в общем, он будет небольшой, и в дальнейшем, если получится, я буду снимать чаще, но сейчас я даю себе как бы интервал три недели, каждые три недели будет появляться видео с изменениями, которые у меня произошли, если получится чаще, значит, будет чаще, просто не хочу обещать вам каждую неделю отчеты, а в итоге я этого не смогу делать, вот, так что, если интересно, принимайте участие, пишите в комментарии слово участвую, тем самым вы автоматически себя добавляете в список участников, и тем самым на всех последующих видео, под видео в описании будет появляться ссылка на вас, на ваш канал, плюс еще кто может, то есть, это такая взаимная реклама получается, вот, и соответственно, вы снимаете видео вступительное, и также, если вы продолжаете участие, вы снимаете видеоотчеты, и под каждым своим видеоотчетом вы оставляете ссылку на мой канал и на это видео, первое информационное ознакомительное видео, вот, надеюсь, что будет интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, мне будет это очень-очень приятно, и увидимся в следующих видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok